Субтитры сделал DimaTorzok В общем, этот доклад будет про инженерное счастье. Я буду задавать много вопросов и высказывать свое мнение. Все потому, что я недавно перешел на новую работу. Это хорошая новость. Это интересная новость. Мне понравилось. Перед этим есть история. Я очень долго буду в видении рассказывать. Очень важная заметка в этой презентации будет два раза про бортника. Два раза? Два раза, да. Я только один просмачивал. Это подарок клиенту. Меня зовут Александр Ломов. Я занимаюсь Ruby 10 лет. Я занимаюсь Ruby в технологиях, которые, на мой взгляд, дают разработчику большое количество позитивных эмоций. Это рельсы, кладфаундри и другие вещи, которые находятся рядом. Эти вещи позволяют очень быстро развить ваш продукт и закинуть его в мир и получить отклик. И в этом очень много от счастья. Сейчас я работаю в компании Киберджайзер. И моя позиция называется директор по инженерному счастью. Это директор Тор. Теперь с этого момента, да, типа, это директор Тор. На самом деле я работал долгое время в разных компаниях. И в компаниях, в которых я работал над маленькими проектами, которые давали много эмоций, мне было работать приятнее всего. Но в какой-то момент я перешел на фриланс. Я очень сильно удвоил свою зарплату. И сидел дома, не выходя из комнаты по Бродскому. И, значит, однажды я встретился с друзьями на таком вот ивенте. И они сказали, что, слушай, тебе нужно больше счастья. Я хотел... Да-да-да-да-да. Да-да-да, то есть мне сказали, что, слушай, ты, похоже, тебе счастья не хватает. И поэтому мы хотим предложить тебе быть директором счастья в нашей компании. Я сразу подумал про то, что эта должность может привлечь внимание контролирующих органов. И я сказал, что я буду инженером только по инженерному счастью. Ой, я буду директором по инженерному счастью. И с самого начала идея была такая. И я специально... Ну, на самом деле, специально для этого ивента я переименовал свою должность. И я назывался Chief of Happy Engineering. И все потому, что получается очень забавная... Очень забавная аббревиатура. То есть, скорее всего, что сейчас я в визитках буду писать так. Так, да... Отлично. Значит, я участник многих мероприятий в Минске. Очень сильно вас приглашаю посетить этот город. И одно из мероприятий называется Брук. Одно из мероприятий называется Брук. Но самое интересное, на мой взгляд, самое, которое мне запало в душу, это курсы на выживание для начинающих рубистов. И это экстремальные курсы, когда люди помещаются в лагерь и... Они сами туда приходят и делают свои проекты. Лагерь... Ну, то есть, лагерь... Это... Кэмп лагеря. Кэмп, да. Кэмп. Рубикэмп. Да, да, значит. Тут написано кэмп. Тут, видишь, значит. Здесь даже присутствуют выпускники этого лагеря. И... Поднимите руку, если... Номер такой церковный курс. Выживали? Да, есть выжившие, но я не уверен, что не приехали в Минс. Не выжили до этого доклада. Значит, очень интересно... Мне было очень интересно смотреть на то, как люди получают знания и получают щелчок, который позволяет им... Ну, который позволяет им лучше понимать, как это работает. Значит, Руби – это язык, который, значит... Который предназначен для того, чтобы... Предназначен для того, чтобы делать программистов счастливыми. Так сказал Мацумото. Но у каждого свой опыт. И кроме Руби нас окружает куча других вещей. И если говорить про инженерное счастье, то мне кажется... Ну, вот то, с чего я начинал, когда я учился в университете, когда я пошел работать в институт, это удивление. Удивление, которое получается в результате того, когда ты смотришь на технологии и того, что она нам дает. И я писал свой диплом... В качестве своего диплома я писал синтезатор пения. И меня удивляло очень много вещей. Мне удивляло то, что мы можем превратить звуковую волну в спектрограмму. Мне удивляло то, что, по сути, у нас спектрограмм встроен в головную коробку. И меня удивляло то, что спектрограммы используются как дополнительные... Ну, используются в искусстве, когда, например, Аффикс Твин использовал спектрограмму для того, чтобы... Ну, вставил свое произведение в спектрограмму. И с этого момента я начинаю слушать Аффикс Твина. Это еще неплохой сценарий, который демонстрирует проблему, с которой я сталкиваюсь, когда я увлекаюсь вещами. Например, вот спектрограмм... Вещами или веществами? Вау-вещами, я так это называю. Моя терминология. Могут быть другие совершенно сценарии. Например, когда ты узнаешь про то, как строится спектрограмма, узнаешь про преобразование Фурье, узнаешь, что Фурье сидел в тюрьме, и потом узнаешь, что значит полотенце на полу. Значит, и первый вывод, который я сделал из этого, то, что не все, что делает нас счастливыми, одинаково полезно. И для того, чтобы разобраться в том, что действительно нам нужно для того, чтобы стать счастливым разработчиком, нужна какая-то теория. К сожалению, нормальной теории нет, и нам нужно идти к гуманитариуму, значит, и у них есть какие-то ответы. Они вот рассказывают про пирамиду Maslow. Я пробовал построить пирамиду Maslow для программистов, и у меня получилась вот такая вот штука. Я очень плохо это понимаю. Значит, в какой-то момент я понял, что Wi-Fi — это самое главное, что это базис, который нужен программисту, а все остальное — это клево работающие вещи вокруг. Но, к сожалению, этот взгляд не отображает всего, что есть в нашей работе. И это, скорее, взгляд менеджера, который говорит, что программисты делают счастливым зеленый CI. То есть, когда тесты проходят, он должен чувствовать удовольствие. У кого такое есть? У меня, ну, это происходит, но, скорее всего, ты чувствуешь уже изнеможденную к этому моменту, если у тебя 8 тысяч тестов и прочее. И недавно я выступал на мероприятии SEC в Минске, и мы там проводили опрос людей, разработчиков, менеджеров, что их делают счастливыми. И меня поразило то, что есть очень много интересных ответов, по которым ты не задумываешься. И один человек рассказывал очень крутую историю о том, что он был программистом, он пришел на конференцию с друзьями потусить, и он из программиста стал, ну, он стал бортником. Он стал делать мед, и он сказал, что когда он делает мед и продает этот мед людям, он испытывает очень большое счастье, когда ему говорят спасибо, когда к нему возвращаются старые покупатели, и он очень, ну, то есть он готов даже это делать бесплатно для тех людей, для которых он полезен. И вот этого вот спасибо в моей работе, например, не так уж много, и из-за этого я, например, я, например, начинаю писать своим заказчикам, значит, и просить оценить свою работу, и они, значит, и получают такой хороший фидбэк, и тогда я получаю удовольствие. Плохой фидбэк получаю, я начинаю работать над ошибками. Вот, какие у нас есть вещи, которые могут нам помочь? Какие книги есть про это? DHH недавно выпустил книгу, которая называется It doesn't have to be crazy at work, и я привез один экземпляр с собой, и на автопатии я отдам эту книжку человеку, который расскажет самую интересную историю, связанную с счастьем в программировании. Тут есть авторские пометки, значит, так что, да, авторы этого доклада. Значит, будет здорово пообщаться на эту тему. То, что мне понравилось в этой книжке, это требование делать меньше митингов, потому что, когда люди собираются, ну, у всех бывает такое, что люди устают от митингов, и скорее асинхронная коммуникация работает лучше, чем постоянные митинги, то есть даже если люди работают в одном офисе, они могут быть заняты разными вещами, и всегда лучше написать один раз, второй раз, и сформулируешь, ну, когда ты пишешь, ты формулируешь мысли, ты работаешь над тем, чтобы сформулировать мысли, и, возможно, тебе это просто даст ответ. Реалистичные ожидания и обязательный отпуск и минимальные овертаймы. Кроме этого, есть очень интересная книга, которая называется Engineering Happiness, и ребята, которые ее писали, настоящие инженеры, и они производят мысленные исследования над тем, как измерять счастье и как на него влиять, как оптимизировать функцию, которая означает счастье, то есть у них там свои единицы измерения, хэппидоны, и, значит, и они рассказывают про то, как современная наука измеряет уровень счастья в обществе, и существует масса исследований, и мы, например, ну, есть, например, анкетирование, есть разные способы анкетирования, мы сейчас пишем бота, который будет анкетировать периодически наших сотрудников, и интересно, что из этого получится. Кроме этого, есть неявные метрики, которые показывают уровень счастья в обществе, например, количество суицидов. Вряд ли суициды делают счастливые люди, вот, и по количеству суицидов наша фирма в очень хорошем, ну, то есть находится в очень, нет, не впереди, находится на очень, на очень хорошем, на очень хороших позициях в плане, в плане счастья, то есть, если взять количество суицидов как метрику, которая выражает количество счастья, то, я надеюсь, у вас тоже все хорошо. Значит, они, ну, авторы приводят, приходят к формуле, которая выражает количество счастья, и это, формула очень простая, это реальность, которую мы получили, и ожидания, которые мы вкладывали, ну, которые мы ожидали получить к этому моменту. И самая, самая интересная вещь здесь, то, что ожидания это вещь, которая адаптируется, и на нее влияет очень много факторов, и очень часто эти вещи мешают нам, мешают нам быть счастливым в итоге больше, чем то, что мы получили. Значит, еще одно интересное наблюдение это то, что внимание, которое мы уделяем вещам, которые делают нас несчастными, гораздо сильнее, и ощущение несчастья гораздо сильнее, чем ощущение счастья, то есть, если мы, ну, например, если мы потеряем в зарплате 10 долларов, то по количеству негатива, который мы получим, это, ну, для того, чтобы компенсировать это в обратную сторону, мы должны получить 50 долларов сверху, вот, и люди, ну, люди сравнивают, ну, то есть, ожидания адаптируются, адаптируются под, например, текущую ситуацию, и, например, если я получаю зарплату уровня, там, 100 долларов, значит, и мне повысят зарплату, ну, на 200 долларов, я буду, ну, то есть, я буду в следующий раз ожидать, ну, у меня будет в следующий раз ожидание, что у меня повысит еще больше, и поэтому, поэтому такие бонусы должны идти по возрастанию, и, ну, это, это сложная тема, мне кажется, что иногда лучше было бы, ну, то есть, если бы, ну, то есть, по-честному, можно было бы там, ну, можно было сделать премиальную какую-то систему, или, ну, это, например, это бы мотивировало меня, но со всеми это не получается, кроме этого, люди сравнивают себя друг с другом, и если к тебе приходит один человек, и ты бы ему повысил зарплату, думаешь, другой человек тоже спросит, и ты 10 раз думаешь об этом, ты думаешь 10 раз по 10, и пока ты ходишь, человек чувствует себя несчастным, и это делает тебя несчастным, и, в общем, это, это, это отдельная тема, еще одна, вернемся к вещам, которые приносят нам удовольствие, удовольствие приносит состояние потока, многие понимают, что это значит, когда ты в работе находишься, и ты от одной небольшой задачи переходишь к следующей, к следующей, и ты даже можешь потерять, потерять чувство времени, и увлечься, и там просидеть допоздна, и состояние потока также описано в этой книжке, и рассказывается про, ну, состояние потока вызывается, когда мы делаем задачи недостаточно, не такие тяжелые, чтобы мы не могли бы их решить, но не совсем простые, и кроме этого мы постоянно получаем обратный фидбэк, например, работающие тесты, или неработающие тесты, то есть, когда у нас есть вот это вот, когда у нас есть вот этот цикл, мы можем уйти в себя и долго не разговаривать с людьми, но и это, это одна из проблем, которая возникает, как я вижу, когда люди находятся, ну, когда человеку нужно перейти из точки А в точку Б, и где находится точка Б, знает только клиент, человек, ну, то есть, человеку дали направление, он, значит, уходит в состояние потока и оказывается в чуть-чуть другом месте, и потом все разочарованы и не знают, что делать с этим, там, сроки, сроки срываются, вот. Было бы правильнее делать это итерационно, поэтому не забывайте сверять свои, свою работу с ожиданием окружающих, там, ожиданием ваших коллег и, и клиентов. Это очень здорово, если у вас может быть построен такой процесс. Кроме этого, есть громадная просто проблема, проблема выгорания, и это... Недавно мне рассказали историю, которая неплохо иллюстрирует все это. История звучит следующим образом. Шел, шел Миша по городу, увидел родстер, сел работать и сгорел. Причем, у Миши, ироничнее всего, то, что у Миши нету прав, и он не знает, зачем ему это, но он сел и сгорел. Поэтому мы должны всегда сверяться со своими внутренними целями и со своим состоянием. И постоянно задавать себе вопрос, а что я делаю и что сделает меня более счастливым. я бы хотел, чтобы люди ответственнее подходили к своему счастью. Я стараюсь. Вот. Кроме этого, общайтесь больше и такие мероприятия делают людей счастливыми. Спасибо Тане, Андрей, Миша и все. Спасибо вам. Автопати. Вопросы есть? Книжка со мной. Да. Спасибо за доклад. Так, чем ты все-таки занимаешься? Я делаю, на самом деле, когда я приходил в компанию, мне казалось, что людей сделают счастливыми крутые технологии, в которых я разбирался. Я построил CI-пайплайн, я сделал там версионирование, я сделал я там сделал блюпринт приложения, я постоянно общался с клиентом. У меня было несколько проектов и не все из них получились нормально. У меня было ощущение, что хорошие технические решения делают инженеров счастливыми. вот не всегда. Ты не приходил к выводу, что вообще в принципе даже половина слайдов было об этом, что программисты они немножечко аутисты, и в основном вся половина счастья это не трогайте, не трогайте программиста, пока он работает. программисты как матрос, куда не целый везде жопа. Это пословица, которую мне папа рассказывал после того, что я рассказывал, что происходит на работе. А я смотрю в основном общие корни. то есть вот насколько ты вообще сталкивался с тем, что половина программистов, допустим, половина или сколько это программистов просто говорят типа главное не трогайте, я себе работаю потихонечку и все. это очень хороший вопрос и я просто я был бы очень рад если бы такие ребята ну то есть если бы люди говорили об этом вслух, говорили там о своих чувствах, как бы это не звучало и у меня нет такого ощущения, что программисты такие больше интроверты, мне кажется, что они просто замкнуты в себе и не любят разговаривать вообще не интроверты ну они бы вообще ну то есть мне кажется, что если бы они были интровертами они бы вообще из офиса убегали ну некоторые но ну наверное не зря на Еруко был доклад по поводу того, что инженер от инженера сейчас максимально требует развивать софт скиллы умение коммуницировать умение коммуницировать в команде умение общаться с клиентом и так далее ну потому что этого не хватает я не буду напоминать протоколы на Еврок celebrate code of contact на самом деле с интровертами работать еще круче и ну вот есть такие люди которые все воспринимают правильно и которых не надо ну то есть с которыми ну нужно можно и нужно минимизировать контакты но очень сложно то есть очень сложно прийти к этому моменту то есть это наверное там процентов 10 из рабочих моментов приходили вот именно такой ситуации вот и если просто как обычно происходит с интровертом ты говоришь ему как сделать что сделать рассказываешь спрашиваешь его как он это воспринял вроде бы как правильно он потом уходит и возвращается тебе с решением которое неожиданно отличается от того что ты писал или там описано в тикетах и после этого начинается еще итерация еще итерация это количество времени которое могло быть потраченным увеличивается в три раза и я работал в разных ну я работал на проектах с разными компаниями одна из них Pivotal и у них очень сильно у них очень сильно развито парное программирование и есть много мнений по этому поводу то есть конкуренты Pivotal говорят что парное программирование нужно чтобы продавать в два раза больше программистов вот на самом деле мне очень понравилось парное программирование в этом очень много ну в этом очень много драйва то есть там есть один драйвер второй не на самом деле у тебя это очень сильно повышает качество кода и очень сильно помогает избавиться от бас-фактора вот к сожалению с интровертами это будет это будет очень плохо работать и ну и нужно как-то находить психопатами тоже мне постоянно хочется линейкой ударить окей спасибо тебе большое